Добро пожаловать на курс, посвященный изучению визуализатора V-Ray. В нем мы рассмотрим, что такое V-Ray, какими инструментами он предоставлен в 3D Studio Max, мы узнаем в первой части урока. Что такое антиэлайзинг, для чего он нужен, какими методами он просчитывается, а также увидим, что такое сцемплирование. Дальше глобальное освещение, куда ж без него. Рассмотрим, какие движки имеет на вооружении V-Ray для его просчета. В четвертой части разберем оставшиеся настройки визуализатора в окне настроек рендера. Какие возможности по визуализации дают виреевские шейдеры? Увидим разнообразные варианты материалов. Не упустим также виреевские источники света и физическую камеру. Инструменты Plane, Sphere, Fure и Proxy. На что они способны и как их использовать? Ну и в заключительной части поговорим о нюансах настройки движка для рендера, коснемся дисплейсмента и других элементов визуализатора, о которых не упомянули в предыдущих частях урока. Добро пожаловать в CG School! Здравствуйте! Сегодня поговорим о замечательном визуализаторе V-Ray. V-Ray является по сути движком рендера. То есть это программа, которая слеживает движение и отражение лучей света в 3D сцене и на основе этого создает некое изображение. Сам V-Ray можно разделить на две части. Это непосредственно сама система рендера и материалы. То есть после установки V-Ray в панели настроек рендера на укладке Assign Render мы имеем возможность выбрать один из предоставленных визуализаторов. Вот у нас есть в списке V-Ray Advanced. В уроке буду использовать версию 2.0. Жмем ОК. При этом у нас появились сразу настройки V-Ray. Кроме этого в Material Editor у нас появилась возможность выбирать V-Ray материалы. Вот у нас появился свиток V-Ray Advanced. И в нем можем выбрать любой из предоставленных V-Ray шейдеров. Кстати говоря, V-Ray также может просчитывать и стандартные материалы Max, однако в обратную сторону не получится. То есть стандартный визуализатор Scanline не просчитает V-Ray материал. Они попросту не будут отображаться. Также кроме материалов на закладке Create Objects у нас есть группа объектов V-Ray, Proxy, Plane, Sphere, Fure. Также, естественно, имеются свои источники света, свои V-Ray камеры, V-Ray helpers. Также он проник и в Environment. Здесь мы можем найти V-Ray Exposure Control. Также в атмосферных эффектах есть V-Ray Environment Fog, Sphere Fade, V-Ray Tune. В меню, которое вызывается правой кнопкой, также добавлены некоторые элементы, как свойства V-Ray, конвертер сцены, mesh export, V-Ray frame buffer и так далее. То есть, как мы видим, V-Ray проник довольно глубоко во многие параметры и инструменты Max. Если вы планируете использовать V-Ray как основной движок, то можно включить его по умолчанию вместо Scanline. Для этого в Customize, Default Switcher, вот в этом окне выбираем Max V-Ray и жмем Set. После этого, перезагрузив Max, мы увидим, что по умолчанию у нас установлен как Production визуализатор V-Ray и как Active Shade установлен V-Ray RT. Кроме этого, в Material Editor, все материалы, которые будут лежать вот в этих вот слотах, по дефолту уже сразу будут V-Ray, V-Ray Power Shader. Это замена стандартного материала V-Ray. То есть, после этого мы полностью подготовили 3D Max для работы с V-Ray.